Привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поучим полезные фразы, которые вы можете использовать, когда с кем-то не соглашаетесь. Меня зовут Анастасия, это канал Puzzle English Life. Поехали! Итак, дорогие друзья, начнем с вами, с разбора фраз, которые мы можем использовать, когда мы не соглашаемся именно с мнением или с каким-то высказыванием. Заметьте, что во многих фразах у нас будут присутствовать такие слова, как немного или не очень. Они нам помогают как раз-таки смягчить наше несогласие и звучать более культурно, мягко, чтобы не обидеть человека. Смотрите, первая фраза Да, то есть я не очень уверена в этом, да, вот очень так мягко можно сказать, да, не соглашаясь там, я не знаю, с какими-то политическими воззрениями человека. Еще одна фраза Да, то есть я не смотрю на какую-то ситуацию, которую вы объясняете, так же, как ты. Now, I don't really see it like that myself. Еще одна интересная фраза Да, когда вы спрашиваете, это, ну, немножко преувеличение, не так ли? Да, exaggeration, преувеличение, когда вы что-то преувеличиваете, соответственно. Да, и смотрите, здесь мы используем как раз a bit of, да, несколько, немного, чтобы смягчить, да, чтобы не обидеть человека. Следующая фраза Да, я бы не заходила так далеко, да, когда вы уже понимаете, что человек, ну, немножко перегибает палку. Да, I wouldn't go that far. Еще одна фраза Это немного слишком. Да, вот смотрите, как раз мы говорим, да, о логичности английского языка и нелогичности русского, да, да, нет, наверное. Вот как раз вот здесь вот мы можем увидеть, да, нет, наверное. A bit over the top Немного слишком. Да, то есть тоже опять, не преувеличиваешь ли ты, да, похожая фраза на exaggeration. И еще одна фраза Да, это один, ну, как бы одно мнение, да, один взгляд на вещи. Да, то есть вы не соглашаетесь, говорите, да, как бы твое мнение учтено, но вот у меня есть свое. И еще хотела бы вам рассказать о фразах, тоже вы можете их использовать, когда вы не соглашаетесь, ну, тоже с мнением человека. Когда вы хотите, например, сказать, он вам говорит, ой, я такой фильм посмотрел, такой фильм вообще супер, там, смешной, великолепный и так далее, а он вам не понравился, да. Да, и вот вместо того, чтобы сказать просто, блин, вообще какой-то, ты посмотрел, да, можно сказать помягче, опять же, используя наши a bit немного, really и that. Давайте посмотрим. К примеру, вместо того, чтобы сказать it's a boring film, да, и не обидит никого, можно сказать I found it a bit boring. То есть я нашла или нашел этот фильм, да, ну, немного скучно, скучноватым. Еще один пример, вместо того, чтобы сказать I don't like rock music, лучше сказать I don't really like rock music или I don't like rock very much, да, то есть вот вы смягчаете. Я не очень люблю рок, да, не просто, да, я ненавижу, а просто, ну, не очень люблю, у меня там свои интересы. Еще один пример. I'm not interested in art, да, я не интересуюсь искусством, опять же, смягчаем. I'm not that interested in art, да, я не так интересуюсь, не так сильно интересуюсь искусством. Или, допустим, I hate football, да, вместо того, чтобы говорить я ненавижу футбол, ну, мало ли, у нас же много любителей футбола, и они могут прямо обидеться на вас. Можно сказать it's not really my kind of thing. It's not really my kind of thing. Очень полезная фраза, прямо ее можно использовать везде. Это не мое, вот то, как мы говорим, да, по-русски, это не мое. It's not my kind of thing, да, это синонимичное выражение. It's not my cup of tea. Наверняка вы знаете эту фразу. Вот такие у нас фразы на сегодня получились. Не грубите, будьте мягче, понятливее, открытие. Я вам желаю успехов во всем. And see you very soon! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok